Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Светланы Гражданкина. И сегодня у нас в гостях начальник городского департамента образования Надежда Гудкова. Здравствуйте, Надежда Николаевна. Здравствуйте. Ну и давайте начнем с первого вопроса. Вот у нас буквально недавно завершился учебный год. Если подводить итоги этого учебного года, как вы оцениваете, успешно ли ноябрьские ребята освоили школьную программу и как много у нас второгодников? Что касается в целом учебного года и его окончания, то на сегодняшний день учебный год закончили 12401 ребенок. И 11 класс закончили 715 человек, 9 классов 1068. Мы ожидаем в этом году и поступлений в первый класс намного больше, чем в прошлом году. Об этом говорит и демографическая политика. Но ожидаем уменьшения в 10 класс, хоть на немножко, но поменьше. Я думаю, что сегодня дети понимают, что чем раньше определишься в профессиональном плане, тем лучше. Что касается в целом результатов итогов учебного года, то я хотела бы констатировать стабильную результативность. И у нас успеваемость, она в целом из года в год повторяется и составляет 99,8%. Отрадно, что у нас есть дети, которые заканчивают на хорошо и отлично. И таких сегодня 3,4%. Если говорить в разрезе человека, то это 332 ребенка. Но огорчает такой момент, что у нас 6%, а это 744 человека, практически одна школа, это дети, которые имеют только одну удовлетворительную оценку. То есть одну тройку. Конечно, это наш резерв. Есть над чем работать. Возможно, где-то недорабатывают и педагоги, и родители, и сам ребенок. Поэтому здесь нужно прилагать в следующем году массу усилий для того, чтобы все-таки эти дети или перешли в разряд хорошистов и отличников, или все-таки если у них по каким-либо особенностям они не могут осваивать учебную программу, ну тогда это понятно, что здесь наши возможности ограничены. Хотелось бы несколько слов сказать и о второгодниках. Вот прозвучало у вас это слово, второгодники. Конечно, это самый больной вопрос для нас. И мы в течение года над ним очень четко работаем. Ведется огромная работа внутри образовательного учреждения. Мы всех детей отслеживаем их результаты. И если у нас в прошлом году было их 22 человека, то в этом году 9. Я хочу сказать, что это значительное снижение, но тем не менее у нас есть над чем работать. И это проблема, которая, к сожалению, из года в год повторяется. А если говорить об итогах выпускных экзаменов, ЕГЭ в частности, как в этом году школьники справились с этими испытаниями, и как много ребят не преодолели минимальный порог? ЕГЭ – это особая пора, это очень волнительная. Несмотря на то, что мы уже давно перешли из разряда в эксперимент, в разряд функционирования, тем не менее мы прекрасно понимаем, что ЕГЭ – это еще не только форма, новая форма сдачи итоговой аттестации, государственной итоговой аттестации, и которая влияет на получение аттестата, но это и будущее ребенка. Будущее ребенка, поскольку сегодня все высшие учебные заведения зачисляют на своей специальности только по результатам ЕГЭ. Конечно, я хотела бы прежде всего сказать об обязательных экзаменах – это математика и русский язык. Изначально у нас по математике было 22 двойки, но вы знаете о том, что итоговая аттестация в новом формате в ЕГЭ позволяет, если выпускник получил одну двойку, пересдать единый государственный экзамен, и так в резервный день им была такая предоставлена возможность, 19 июня они пересдавали, и даже среди них есть один ученик вечерней школы, который не смог преодолеть минимальный порог. Таким образом, по математике у нас на сегодняшний день не преодолел порог один человек. Соответственно, он не получит уже аттестата. Что касается русского языка, то здесь ситуация благополучная. По результатам изначально не сдали только, не прошли порог 3 человека, но в резервный день они тоже благополучно перешли минимальный порог, и поэтому двоек, скажем так, не преодолевших порог по русскому языку у нас нет. Намного сложнее ситуация с экзаменами по выбору. Несмотря на то, что дети их выбирают сами, мне кажется, что они очень осознанно подходят к этому, особенно по биологии. И надо сегодня признать, что наши выпускники биологию не все сдали должным образом, и порядка 10% не преодолели минимальный порог. А это значит, что те, которые планировали связать свою будущую жизнь, например, с медицинским вузом, конечно, это будет все ограничено. Но и есть не преодолевшие минимальный порог по физике, а также и по истории. Но, в принципе, все результаты, они, скажем так, ожидаемые. Непредсказуемых результатов нет. Ну и давайте поговорим о другой теме. Буквально неделю назад окружной парламент принял региональный закон об образовании, новую редакцию. Какие вот можно назвать такие самые важные изменения, новые статьи, которые вошли в этот документ? Ну, наверное, надо говорить и начинать говорить о том, что у нас, в принципе, жизни с 1 сентября 2013 года в системе образования, она изменится, поскольку вступает у нас и федеральный закон об образовании, вступает и в силу окружной закон Ямал-Ненецкого автономного округа об образовании. Я вам скажу, конечно, много изменений, как в федеральном, так и в окружном, но отрадно то, что наш окружной закон, все эти льготы, все эти выплаты, все эти социальные гарантии, которые были предусмотрены в старом законе, они все, конечно, и приняты новым законом. И это особенно радует. Что касается нашего города, и у нас в этом году, ну, по крайней мере, были обеспокоены работники нашего хозяйственного учреждения, которое обслуживает наши всеобразовательные учреждения, где им не была предусмотрена льгота на санаторно-курортное лечение в размере 15 тысяч, не были предусмотрены 10 окладов при достижении пенсионного возраста. Вот этот норматив также закреплен, и мы очень рады, что теперь все работники системы образования вот такой льготу обрели. Ну и, конечно же, сегодня много вопросов, касающихся системы дошкольного образования, как в федеральном, так и в окружном законе. Что еще приятно, что у нас все-таки великолепно закреплены и молодые специалисты, в том плане, что поддержка им обеспечена, и сегодня только нужно хотеть работать, потому что все, что делается сегодня правительством округа, и это понятно, что только на благо, на развитие кадровой политики, и на то, чтобы наши результаты только улучшались. Если вернуться все-таки к документу нашему региональному об образовании, вот в частности, горожан еще волновал вопрос о компенсациях за детский сад, потому что, насколько я помню, в первой редакции нашего окружного закона, нового этой статьи не было. Вот сейчас, в окончательном варианте, что-то сказано в документе по этим компенсациям, или горожанам нужно готовиться к тому, что плата за детские сады немного вырастет? Или на много вырастет? Вы знаете, я уже на этот вопрос отвечала много раз, и я с удовольствием еще раз хотела бы все-таки успокоить наших горожан. Действительно, сегодня новый закон об образовании позволяет родительскую плату увеличить до 100%. На сегодняшний день родительская плата составляет всего 20%. Кроме этого, новый закон об образовании требует разделить услугу в системе дошкольного образования. Это услуга на образование и услуга уход и присмотр. Вот что касается образования, то, как всегда, образование в нашем государстве бесплатное, и наш город не исключение. Конечно, все это будет бесплатно. А вот что касается ухода и присмотра, вот куда и входит как раз-таки часть родительской платы, вот здесь позволительно всем, все исполняющие власти увеличить этот размер родительской платы до 100%. На сегодняшний день этот вопрос мы обсуждали, и, конечно, мы ни в коем случае не преследуем такой цели, чтобы увеличить родительскую плату. Поэтому на сегодняшний день пока все остается так же, как и есть. Что касается компенсации части родительской платы, это тоже не отменено, это решение. Поэтому, ну, все в нашей жизни меняется, безусловно. Но на сегодняшний день вопрос о повышении родительской платы даже не стоит. Если говорить, опять же, о детских садах, вот, в принципе, по всей стране проблема с их нехваткой стоит достаточно остро. Вот у нас в городе хватает нам на сегодняшний день детских садов? Мы очень много думали над тем, как же так получается, что вроде бы мы обеспечиваем, обеспечиваем местами, и все равно все-таки у нас очередность практически не уменьшалась. И я вам скажу, что мы наконец-то нашли выход из этой ситуации. Мы, в принципе, что мы сделали? В первую очередь провели ревизию всей очередности, которая раньше у нас имела место быть в нашем городе. Поскольку эта очередность находилась в каждом образовательном учреждении отдельно. Конечно, это неправильно. И только тогда, когда мы создали одну электронную очередь в департаменте образования, безусловно, создали ее или в электронном варианте, мы провели, все-таки выберили, вернее, списки, и мы убедились в том, что у нас были такие случаи, когда один ребенок стоит несколько садов одновременно в очереди. Понятно, что это нарушается как число очередников, так и нарушается, в принципе, обеспечение дошкольного образования. На сегодняшний день мы эти списки выверили, и я вам скажу так, что от трех до и выше у нас очереди нет. И все те родители, у кого, если дети трехлетнего возраста и выше, нет никаких проблем, мы готовы обеспечить местами в дошкольном образовательном учреждении. Но у нас на сегодняшний день проблема с младшей ясельной группой. То есть это детки, которые, в принципе, от полутора до трех лет. Здесь, конечно, намного сложнее. И те родители, которые хотели бы отдать ребенка в таком маленьком возрасте в детский сад, конечно, мы не можем предоставить в полном объеме. Но я вам хочу сказать, наверное, не случайно, декретный отпуск тоже до трех лет. Наверное, это возраст, когда маленькому ребенку надо наобниматься и нацеловаться именно с мамой. Вот почувствовать эту ласку, эту заботу, теплоту именно маминых рук. Поэтому в случае, когда семья нуждается, в случае, когда мама воспитывает одна детей, мы, безусловно, все вот эти моменты относимся к ним, вернее, по-особому. И мы стараемся всем этим семьям предложить место в детском саду. Это жизнь. И в жизни все бывает. Поэтому, конечно, сто процентов мы обеспечить не можем, но вот такие трудные случаи семейные, мы, конечно, их рассматриваем и предоставляем место в детском саду. Надежда Николаевна, скажите, вот эту проблему, наверное, могли бы помочь решить частные детские сады. А у нас в городе вообще хоть кто-то изъявлял желание открыть такое учреждение? Спасибо за вопрос. Вы знаете, мы, пожалуй, первая территория, которую начали развивать, помимо, ну, другой сектор дошкольного образования, помимо наших образовательных учреждений дошкольной системы. Вы знаете, мы предлагали всем, всем предпринимателям, всем градообразующим предприятиям, мы готовили письма для того, чтобы открыли любой детский сад, или корпоративный, или частный детский сад, или группы семейного типа. Я вам скажу, что ни частный детский сад, ни корпоративный детский сад почему-то никому не привлек внимание. Кроме этого, я вам скажу, даже те, которые заинтересовались хотя бы открытием этого вида детского сада, как только они понимали, что это хлопотное дело, это волнительное дело, это, безусловно, отчет перед Роспотребнадзором, это очень должно быть четкое соблюдение санитарных норм и правил. Конечно, они уходили в небытие, к сожалению. Что касается групп семейного типа, мы все-таки попытались открыть, у нас действовали две семейные группы, сейчас на лето закрыты они, как и многие детские сады. Но я вам хочу сказать, здесь тоже нарушен баланс. Все-таки мы открываем семейные группы для того, чтобы уменьшить количество детей в очереди, а не просто обеспечить место работы мамы, поскольку это получают заработную плату воспитателя. И детей, конечно, нас интересует именно младший ясельный возраст, а не для тех, кому мы можем предоставить место в наших образовательных учреждениях. Поэтому вопросов много. Мы бы с удовольствием, вот пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем, кто нас слышит. И если у кого есть такие возможности, мы бы с удовольствием оказали и методическую, и нормативно-правовую помощь в этой связи, лишь бы у них появилось желание открыть детский сад и заняться несколько другой, может быть, деятельностью, воспитанием детей. Ну и лето у нас традиционно, пора ремонтов. Образовательные учреждения здесь тоже очень активно участвуют. Скажите, пожалуйста, на этот год в каких учреждениях запланированы наиболее масштабные работы? Конечно, помимо сдачи единого государственного экзамена, немаловажная задача подготовить наши все образовательные учреждения к новому учебному году, что мы и делаем, в принципе, уже сейчас. Сказать о каких-либо глобальных ремонтных работах, наверное, не придется, но я хочу сказать, что у нас на капитальный ремонт закрывается на целый год детский сад «Золушка». У нас проводятся капитальные работы в рамках электроосвещения. И я хочу сказать о том, что был период времени, когда у нас была масса предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора. В этом году, вернее, за последние годы мы практически выполнили все предписания Госпожнадзора. У нас осталось только одно замечание – это проведение новой АПС в третьей школе. Сейчас ведутся работы, ведутся работы активно, и поэтому ни одного предписания в части Госпожнадзора у нас нет. Что касается Роспотребнадзора, то они есть. Есть те предписания, которые мы, в принципе, выполнить не можем. Они только могут быть исполнены при капитальном ремонте, что мы это и делаем, предусматриваем. Но, тем не менее, выполняется объем большой работы. И в этом году больше 200 миллионов выделено на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Это уже с учетом проведения капитальных работ. Поэтому, я думаю, как и всегда, наши образовательные учреждения будут готовы и с удовольствием распахнут наши двери к первому сентября и встречать будут наших детей. А что касается ремонта в детском саду «Ручеек», там виден край работы уже? Ручеек, скажем так, это детский сад у нас особенный, поскольку там и детки особенные, это с нарушением зрения. И мы давно мечтали о таком ремонте. И вы знаете, что год не функционирует этот детский сад. И я думаю, что даже из окна любого дома очень видно и заметно, как преображается наш детский сад «Ручеек». Безусловно, конец виден, все идет по графику. Не скрою, скажу о том, что когда мы только приступили к ремонтным работам, очень скрылось таких, скажем, непредвиденных расходов и непредвиденных видов работ, которые потребовали определенного вмешательства как со стороны проектных работ, так и со стороны ремонтных работ. Поэтому я думаю, что у нас еще все лето впереди. И организации, которые осуществляют этот ремонт, поверьте, они заинтересованы своевременно сдать этот объект, но он уже современный. Это настолько красочный, настолько качественно проводятся ремонтные работы. Я думаю, что наши родители и дети будут очень довольны. Мы делаем все для того, чтобы своевременно начать учебный процесс. И помимо ремонта ручейка, вот горожан, чьи детки туда ходят, волновал еще вопрос по поводу того, что медработники, которые ранее относились к департаменту образования, теперь с Нового года их перевели в ведение ЦГБ, так скажем. И вот многие родители переживали, что в связи с изменениями в оплате труда эти работники могут просто уйти. Вот сейчас что можно сказать по этой проблеме? Она была надумана или все-таки на самом деле эта проблема есть? Нет, проблема была, и никто о ней не скрывает. Я хочу сказать, что это действительно. Сегодня во всем Ямал-Ненецком автономном округе все-таки, на мой взгляд, это принято верное решение. Врачи все-таки должны лечить, а учителя учить. И это, мне кажется, истина, которая доказана временем. Но здесь возникли у нас сложности, как и всегда, при всем новом. Когда наши работники, именно медицинские работники, были переданы в ЦГБ, некоторые из них воспользовались правом пойти под сокращение. Кто-то безболезненно перешел в центральную городскую больницу. Ну и, как всегда, требовалось просто время для того, чтобы урегулировать все эти вопросы. Безусловно, первое время, когда только передали, вот в частности в детском саду «Ручеек», были проблемы с обеспечением именно врачей. И мы неоднократно собирались и с родителями, и с руководством больницы, департамент образования. И мы расставили все точки над «и». И на сегодняшний день все дети наши находятся под наблюдением, и медицинская деятельность не прекращена. Надежда Николаевна, ну и еще, насколько я понимаю, рассматривается в городе такой вопрос, чтобы здание старого молокозавода переделать под комбинат детского питания. То есть школьники наши будут получать централизованную пищу, то есть из школ, столовые все эти уйдут в прошлое. Там, насколько я понимаю, просто сотрудники будут разогревать пищу, как-то школьникам ее передавать. Вот насколько реальна эта перспектива, и когда планируется реализовать этот проект? Питание – это особое приоритетное направление в деятельности системы образования, поскольку именно с питанием связано здоровье наших детей. Вы знаете, только здоровый ребенок вообще мечтает о каких-то знаниях, о получении этих знаний. Именно здоровый ребенок хочет жизни радоваться, здоровый ребенок хочет и, соответственно, каких-то результатов достигать. И в этой связи нами обсуждался действительно вопрос организации такого вот централизованного комбината общественного питания, что касается для обслуживания всех образовательных учреждений, не только образовательных учреждений, но и другие отрасли нашего города. Я вам скажу о том, что это было бы великолепно, в том плане, что мы мечтаем не о том, как вы сейчас сказали, только разогревать. Мы не отказываемся совершенно от горячего приготовления на наших пищеблоках. И ни в коем случае никто не думает о том, чтобы пищеблоки разрушить. Так вопрос не стоит. Но все-таки, если у нас будут выведены какие-то, ну скажем, очень трудоемкие, может быть, не постесняясь, скажу, грязные работы, выведены за пределы школы или детского сада, это имеет место быть, и это хорошее дело, поскольку это важно на сегодняшний день, и наши пищеблоки не все соответствуют санпиновским нормам. Где-то нарушен как раз-таки поток приготовления пищи, и это как вариант очень хороший для решения данной проблемы. Это в первую очередь. Второй момент, почему бы на сегодня и какие-то полуфабрикаты бы не готовить, да? Но это не значит, что они в готовом виде уже поступают на пищеблок. Конечно, нет. Пищеблок как он готовил, так и будет готовить. И этот вопрос еще обсуждается. Но мы за то, чтобы вот все-таки этот централизованный комбинат общественного питания, он был. И так как контролирует сегодня питание все службы надзора, поверьте, и хуже не будет. Но и на мой взгляд, это все-таки благополучно отразится и также на здоровье детей. Спасибо, Надежда Николаевна. Я напомню, у нас в гостях была начальник городского департамента образования Надежда Гудкова. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова